Прилетаю в гости к знакомой женщине, звоню из аэропорта. Мол, прибыл. Она спрашивает, за тобой в аэропорт какую машину прислать? БМВ, Мерседес, Бентли? Да мне, говорю, всё равно, нечего добраться. Она говорит, тогда, может, доедешь на автобусе? Жена после ванны, практически не одетая, встала возле окна, расчесывается. Муж ей, отойди от окна, тебя же с улицы видно. Ой, если видно, надо губы накрасить. Да на тебя мужики смотрят. Ой, тогда и глазки подведу. Мужчина останавливает машину, за рулём девушка. Девушка спрашивает, куда везти? Домой, девушка. Домой нельзя, там муж. Заходим с женщиной в лифт. Она спрашивает, вам на какой этаж? На 14. Хорошо, я согласна. Женщина звонит подруге. Можно мой муж ночует у тебя? Подруга обалдела. Как у меня? Ты не боишься, что он тебе изменит? Боюсь. Но если бы ты знала, какого я себе мужика на ночь отхватила. Сосед на серебряной свадьбе узнал, что все трое детей не от него. Схватился за голову. Кошмар. Я всю жизнь жил для чужих людей. Жена ему. Но я-то своя. Недавно жена говорит. Я иду за кормом для собак. Тебе что-нибудь купить? По телевизору показывают криминальный сюжет. Жена заказала мужа киллеру за 100 тысяч долларов. Я обалдел. Такие деньги. Целое состояние. Жена говорит. Ну и что? Может быть она его любила? Соседка заняла у меня 200 долларов на костюм мужу. Через полгода у нее спрашиваю. Ты когда деньги-то отдашь? Она долго думает, соображает, о чем говорит. А может ты костюм поносишь? Я лучше хочу сказать. Ведь для себя работаем, что еще хуже, для внутреннего употребления.